Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мое прохождение модификации Припять.Отчета. Это у нас 12 серия. И в прошлом видео меня ограбила женщина, которую зовут Лена. Однако с належения я все свое вернул, так что нормально. По-моему, Лена это та, которую мы встретим как раз таки в следующем моде. Также, если вы смотрите не с первой серии, советую посмотреть с первой, так сказать, чтобы не быть в курсе событий. В описании ссылка на плейлист, открывайте, смотрите. Ну что, аж три диалога появились какие-то? Вот, нашел я для твоего друга все, что он просил. Передай ему все это. И ничем меня благодарить не надо. Не совсем еще зона сожгла мою душу. Спасибо, Александр. Ты настоящий мужик и добрый ты человек. Береги себя. Сейчас таких мало осталось. Еще раз говорю, я сделал это от чистого сердца. С этим решили. Ну, в общем-то, да, инвентарь отчистили хоть. Все мелкие неприятности улажены. Я вас внимательно слушаю. По сведениям, собранным нашей агентурой, в зоне начинается настоящая война. По всей видимости, Грес уже начал осуществление своих планов. Захватывается сектор за сектором. Гибнут люди. Что мы должны предпринять в этой ситуации? Я также получил информацию, что этому побоищу активно сопротивляется некое сталкерское объединение. Ребята не очень хорошо вооружены, но им удалось сохранить контроль над одним из секторов. Твоя задача – узнать, кто эти ребята из Сопротивления, установить с ними контакт и при необходимости помочь им. Задание понял. Сопротивление. Красиво звучит. Ладно, а где мне искать этих ребят? Пока мы о них ничего не знаем, то будем называть их Сопротивление. Иди к детскому саду. Похоже, что основной опорный пункт у этих ребят в Припяти именно там. И помни, никто не должен знать, что ты выполняешь задание спецотдела СБУ. И что тебе уже что-то известно. Излишняя болтливость может только бы навредить делу. Работай по своей любимой легенде вольного сталкера. После выполнения доложишь мне. Встретимся здесь же. Спецотдел, альфа-бионики, Грес, война. Опять прощай, спокойная жизнь. Ладно. Задача поставлена. Буду выполнять. Кстати, я же по поводу контролеров все причитал. А где мне их найти? Я совсем забыл, что в свое время в гастрономе. Или в универмаге. В универмаге все-таки. Я замочил 4 или 5 контролеров гранатами. По идее, они должны были в счет пойти. В таком случае нам остается какое-то количество бюреров и химер. Вроде как бюреров я уже много пощелкал. Подозреваю, что еще химер. В садик. Пойдем в садик. И надо не забывать поигрывать в острова. Потому что там аж 9 уровней. А я только первый прошел. Ой, у нас рассвет потихоньку начинается. Чувствуете запах вот этой прохладной, свежей, утренней зоны? У нас вообще какой месяц сейчас в зоне? Август. 12 августа. Ну, еще тепло. По поводу моды, я могу сказать так. Что видно, что он старенький. Но играть и какие-то вот такие выполнять квестики. Может быть интерес какой-то есть. То есть я не скажу, что это совсем плохо. Но по факту действительно одно и то же. Пойди, убей. О, кстати, вот и бюреры. Что-то мне кажется, я уже нужное количество бюреров настрелял. И остались мехи мира, которые не так часто попадаются. Подожди, так у него же там еще один диалог был, не? По поводу флешки ученого. Флешка ученого Петрова. Случайно стал свидетелем разговора двух незнакомцев. А, ну да. Речь шла о агрессии. Призносилось слово альфа. Ну ладно, я думаю, нам еще нужно будет вернуться к Николаеву. Тогда и сдадим. Хотя, конечно, а вдруг сейчас именно надо было? Опа. Сталкер, давай сюда. Лишний ствол нам не помешает. Помоги завалить этих тварей. Мы у детского сада. Все, начали клепать альфа-биоников. С этого момента начнется реальная веселуха. А, вы сами справились. Чувствую себя бесполезным. А что у них хоть было? ФН-ки? Ну и все, и просто модель 27. Спасибо, что помог управиться с этими уродами. Думаю, теперь они надолго забудут сюда дорогу. В то же время я не сделал ни одного выстрела в их сторону. Здравия желаю. Может, вы мне уже расскажете, что здесь происходит? И тебе не болеть, сталкер. Спасибо за помощь. Чувствуется в себя военная выучка. Ты сам-то откуда? И зачем здесь? Я просто сталкер. Изучаю историю зоны. Собираю редкие артефакты. Хм, не очень-то ты похож на обычного сталкера и собирателя редкостей. Ну да ладно. Не хочешь говорить, не надо. В любом случае, спасибо за помощь. Извиняюсь за настойчивость, но все же очень интересно, что вы здесь делаете и кто на вас напал. Я смотрю, это были не люди, а какие-то роботы. Вообще-то мы мирные сталкеры, но сейчас вынуждены воевать. Да, ты прав. На нас нападают роботы, но ими управляют люди. Мы пока и сами не имеем достаточной информации об этом. Да, не весело у вас тут. Рано или поздно вас уничтожат. Могу я вам чем-то помочь? Спасибо за понимание ситуации. От помощи не откажемся. Каждый боец на вес золота. Сейчас мы собираем всех сталкеров, уцелевших в Припяти. Как только соберем всех, то уйдем в сектор Бар. Это единственная пока территория, контролируемая силами Альянса. Альянс? Ничего не слышал раньше об этом. Это что, новая группировка? Альянс – это объединение группировок. Когда началась война и стало понятно, что в одиночку каждая из группировок не выстоит, лидерами было принято решение создать объединение под общим названием Альянс. Мы объединились, несмотря на все свои разные взгляды на жизнь в зоне и убеждения. К нам может присоединиться любой. Сейчас мы собираем всех уцелевших сталкеров и формируем боевые отряды. Ты тоже можешь помочь нам в нашей борьбе. Итак, место сбора всех уцелевших сталкеров – прачечное. Я подумал над этим. А пока нужно выручать сталкеров. Ты прав. Вот координаты нескольких групп сталкеров. Помоги им отбиться и приведи людей сюда. Потом поговорим о том, как будем выбираться отсюда. Хорошо, не буду терять время. До встречи. Туда-сюда. А давай, наверное, в дальнюю точку. Потом сходим наверх и как раз к Николаеву слэшкой заскочим. Потому что, мне кажется, надо бы ее отдать. Да вот сейчас сразу-то и пошли поиграем. Да, в принципе, пошли сразу поиграем. Чего тянуть? О, артефакт снизу появился. Возможно, опять пузырь. Ё-моё, подожди. Они уже начали воевать. Ребята, я хотел поиграть так-то. Сталкеров мочат, тем временем я играю в компьютер. О, там даже кого-то слили. Ну, самое главное, выжил и ладно. А, они без лишних слов уже мне подчиняются. Расскажи анекдот. Только после четвертой перезагрузки последнего сейва, Дегтярев получил у Шустрова на заказ заветную FT-2000. Шустрый постоянно пытался впарить ненавистный Дегтяреву Шторм. Ну, молодца. Чего? Шторм ненавистный? Я отказываюсь играть за такого Дегтярева. Я обожаю Шторм. Гроза под 5.45. Вы что, прикалываетесь? Ладно, забирай вот. У этого 10 тысяч. Поехали. Ну что, поехали. Поиграть? Давай. Провалено? Да что? Я так и знал. Я поэтому сейв сделал. Конечно, отгрузка и отводим их до точки. Провести долг до прачечной. Ну, тут рядом. Поехали. Мужики, вы бы только пошустрее двигали булками. Еле-еле топают. В общем, главная беда это то, что они очень-очень медленные. Посмотри, как я иду. И как они. Еле-еле. Они типа бегут как бы на такой легкой трусцой какой-то, что ли. Нужно, чтобы знаешь, вот так в пол и побежал, помчал. Готово. Все, мужики, отдыхайте. Здорово, ребят. Ни хрена, у него пушка там, выхлоп что ли какой-то? А ну, дядь. Ооо. По-моему, какое-то противотанковое ружье. Привет, Плющ. Что нового произошло, пока меня не было? Да вот, наши ребята смогли захватить в плен некоторых наследников. И сейчас навыки борьбы с ними на арене вытачивают. Тебе это тоже необходимо. Твоя задача уничтожить как можно больше противников. Выпускать их будем таким порядком. Сначала один, потом два, потом три и так до шести человек. Как справишься, подходи ко мне. Чем я буду вооружен? Все зависит от того, кем ты себя считаешь. Я слабакий, первый раз на арене, я крутой парень. Я бог арены. Ха, ну давай вот так. Юз, бронедолго, армейский. То есть я средний вариант выбрал. Я бог, это получается только с ножом. Мне кажется, с пистолетом справлюсь. Наверное. Особенно, если я смогу что-то подобрать. А, нет. Нет, все, можно подбирать, отлично. А, они тупят, смотри, они сейчас подойдут сюда и встанут, походу. Для кого? А, он даже под контейнером встал. Лутать идет. А, он еще и сюда бежит зачем-то. Так, ну теперь их пятеро. Тихо-тихо-тихо-тихо, я за патронами специально сбегал. Ваншота в голову нет. Почему и звуки выстрелов громче моих? Вопрос. Ух, кстати, тут крысанычка такая прям. Мне кажется, сюда никто не зайдет. Тут от пятерых можно будет хорошо прятаться. Ого, вот это меня жмыхнули. Чем-то напоминает арену, которая проходил в пути во мгле. Пятеро-последняя волна. Не, ножом на самом деле тоже можно было пройти относительно легко. Видишь, если они тебя не палят, они сами идут сюда, встают. По крайней мере, вот один передо мной встал. Все, и ножом его запулять, также подобрать пистолет и дальше играть. Так что, в принципе, даже давай попробуем его ножом. А, у меня ножа нет. Есть. Попробуем. Ну вот, то есть это было бы относительно несложно. Главное, чтобы они разошлись по местам. С автомата это банально бы было быстрее просто. Ёпта, тебя не сюда приперлись? Ой! И чего? Да помри, ты что ли? Твою мать! Твою мать! Да что за бред? Обалдеть. Ну вот так вот. Тех уже можно так добить. Степан Бобер. Ну и последний где-то там же. Ёпта, с тут покойников. Поздравляю, вы прошли второй уровень игры острова. Из девяти. Перекинь только второй. Поговори с плечом. Слушай, Плющ, а ты не мог меня ср... Ёптась. А зачем вы меня сюда переместили, а обратно не перемещаете? Ну и ну. Да, пошастаем тут что ли? О, сейф, но сейф не канает. Тут как будто бы склад большой, тоже пусто. По крайней мере нет того, что я могу унести, значит мне это не интересно. Все, Плющ, попрыгать пришлось по арене, но все твои объекты для тренировок закончились. Ну и молодец, Александр. Иди отдохни. А мои парни еще муляжей себе наловят. Тебе, как всегда, только что звонили. До встречи. Кто бы не звонил? Из дурки? Комната отдыха. А, как? Ну да, тут... Алло, все. На секундочку из одного мода мы с вами перевестились как бы в другой. Ну это, конечно, интересно. Следующий уровень спустя 10 часов. Все понятно. Можно было, конечно, заспидранить просто с нами, бегая. Но я, видите, как-то стараюсь разбавлять, что ли. Сейчас мы с вами направляемся помочь в свободе. Там еще помочь бандитам. Бандитам, прикинь. Да, побежали. Кстати, а помните, мне ученые смс-ку присылали? Что мы уже готовы к эвакуации. Может с ними надо поговорить по этому поводу? Ой, там враги. Ё-моё. Все, нет ученых. Они реально всех убили? Какого хрена? Ну это, наверное, задумано, мне кажется. Они просто прислали альфа-биоников ликвидировать цель. Ну все, зачем им ученые? Они производство наладили и все. Лови. Еще лови. Чуть не пойму, почему мы и гранаты их не дамажат. Пойдем посмотрим, что там с учеными. Ну вот, вижу одного покойника. Селезнев. Ну вроде как ничего. Другие исчезли, кто тут был. Замочили, гады. Думаю, что это так и должно быть по сюжету. А вот эти, кстати, выжили все, свободовцы. Прикинь, сейчас их опять до прачечной вести. А может мы сразу и сюда сходим? И к Николаеву, например. Что вы думаете по этому поводу? Техи-техи, короче, попробуем активировать. Наемники теперь не спавниться. Хм. Походу их спаун был завязан чисто на лекаре. Чего? Провально? Ну это бред вообще тоже какой-то. Но если они идут еле-еле, что я сделаю? Вот разраб, ты издеватель. Ну сделайте нормальный бег человеческий. Нет, они будут... Когда мы в любой момент можем подвергнуться нападению, они еле-еле в душах теле ковыляют. Давай, подождем. И то он один. Где остальные? Ну скажи мне, что они зависли. Они что, померли в аномалии или что? Где они? Где Айс? Ничего не понимаю. Где сохранился в итоге? Понятненько. Ну он один, ладно. Пусть будет так. Одного как минимум я снял. Уф, что там творится? Еще одного снял. Теперь бандитов до прачечной привезти. И главное, если знаешь, так без слов ко мне сразу бегут. Мужик остался один. Лидера, блин, свободы. Но он либо пропал, мне кажется, он выгрузился просто. В оффлайн. И все, его потом не стало. Может он уже непосредственно в прачечную переместился. Посмотрим, видно будет. Так, ну и нам в любом случае добежать бы до Николаева, если он... А его нет, кстати. Прикинь, я походу профукался с флешкой-то. Я не думаю, что это критическим образом на что-то повлияет. Но как бы есть такой момент. Ну да, его нет. Ну пошли, ладно. Потихоньку доковыряем. Может он мне дал бы просто лишние пять тысяч, да и все. Один сгорел. Вы что, прикалываетесь, что ли? Еще и лидер. Где в последний раз сохранялся? Квик сейф возле. Охренеть, так далеко? Нет, а вот далеко. Две минуты назад. Почему там картинка такая фальсифицирующая? Еще прикинь, отгружайся. Я реально там возле стадиона. Не-не, а тут. Да, это же надо сгореть в аномалии. Ну, NPC. Довел я, наконец, их. Я не знаю, я посмотрел, наверное, все видео мира, пока их вел. Но, наконец, довел. Спасибо, разраб, за издевательства и сверхдолгие их похождения. Так, поговорить с Валерой. Кто Валерой? Ты, Валера? Я, знаете что, хочу снойпупы менять, наверное. Ну и, в принципе, обслужиться, подчиниться. Наверное, барретом буду пользоваться. У него, во-первых, само окно прицела красивое, хорошее. Но есть какая-никакая регулировка кратности. Поэтому баррет, если по урону сравнивать, то там, наверное, у всех все примерно одно и то же. Хотя, не, у Чейтака больше. Тут больше. Да вы что смеетесь? Даже тут больше урона, чем у баррета? Серьезно, вот у этого, у М-21 урона больше, чем у баррета. Это кто вообще писал? 7.62 натов и МГ. Тогда как баррет стреляет, у нас чем? 50 кал БМГ. Ладно. Ну, патроны, кстати, относительно недорогие. 30-1800. Это вполне себе кайф. Ну что? Значит, мужики на шухере. О, это теперь с тобой будет сеять? Поговорить с ним ни о чем нельзя. Да-да, раздадим ему инструменты, потому что разраб не сделал никаких сейфов в игре. Тут банально подчиниться. Пушка даже не сломана, прикинь, я сколько с нее стрелял. А, это ведь еще не прокачанная последняя линейка. Да. Глядя бы чисто качественную скорострельность, наверное. Это вот есть оптический прицел 6х. То есть он еще больше будет пробежать. Верно? Верно. Темп огня плюс 25. Год на тему. Ну, и минус отдача. Ну, и плюс точность. А ну. Ну да, очень хорошо приближает теперь. Короче, вот с этой и детейной постреляем тогда. Чего бы нет. Да, еще знаешь, что выброс может спровоцировать как-нибудь. Сейчас время 10. Поспим до 11, до 12. Ну, так вот будем стараться делать, пока выброс не наступит. Как только он наступил, все, я буду знать, что он в этот час. И просто не спать. Как вам план? Все, поспал до 11, теперь до 12. Ждем, пока появляется сообщение о выбросе. Все, вроде поспал до 21. Если спать до 22. Если двух, то уже выброс. Соответственно, все должно быть норм. Анабиотик у нас есть. Зачем звал? Если можно, то побыстрее излагай. А то у меня дело срочное. И некогда болтать. Я знаю. Поэтому, собственно, и позвал. Для начала, это тебе награда за то, что спас сталкеров. Теперь слушай дальше. Вокруг полно снайперов осознания. Комиссар дал мне задание зачистить территорию. Ну, так и зачищай. Все это так. Но все же я прошу тебя помочь мне зачистить территорию от снайперов. Один я слишком долго буду возиться. А вместе мы быстренько управимся. Твоя задача зачистить дорогу от прачечной до речного порта. И от порта до автовокзала. Вот, держи. Это рысь. И патроны. Помоги, а? Пойду лучше с Иваном поговорю. Ну ладно, помогу. А что, у меня выбор есть какой-то? Здрасте, кто это? А, типа у меня снайпер какой-то вид. Наверное. Там, что ли, сид? Не пойму, откуда. А, так они даже не на крышах. Причем в кустах где-то, хрен поймешь еще. То есть, был не ваншот, вы видели? Ну, в голову хоть ваншот вроде как есть. Пойдем еще закупим патронов для этой волыны. Реальный, конкретный. 60, нифига. 3600. Вообще кайф. Все, им смерть. Ну, рысь. Даже у рыси урон больше, чем у барита. Да что за бред? У 762 калибра урон больше, чем у точка кал бмг. Что-то приколист тот, который уже инпакт создавал. Ну, или разрабы. Ну, и придется играть ночью, ребят. Это проблема. Буду играть с пнвшкой. Но, к сожалению, так. Так, дорогу, значит, до речного порта. В принципе, вот альфобионик. Вот альфобионик. То есть, они теперь будут отмечаться на карте. Ну, идем мочить. Нихрена себе. Что, с ума сошелся с ВДшкой там? Вот и все. Нету больше Дегтярева. Ты прикинь, я ведь я попадаю по нему. Вот взяли и сговнять. У кого-то же руки чесались. Взять и сговнять барит. Пять. Пять выстрелов. Пять выстрелов с барита. Тот, кто этот оружейный пак создавал, он вообще представляет, что такое выстрел попадания с барита. Какие нахер пять? Синя, какая броя в мире не поможет? Какие пять выстрелов по альфобионику с рану, у которого в обычном экзоскелете? Дэм. Появился, значит, в зоне псевдокарлик. Как говорится. Ладно, опять горение под конец серии начинается. Вроде всю серию держался, не горел. Самое главное, он через кусты долбит. Что, у него пушка исчезает? Да вроде нет. Только толку с ней играть. До речного порта, а там до автовокзала потом. Я даже хочу кайфануть и на вышку залезть, с нее пострелять. А ты захват целей надо было сделать, еб моя. Ни хрена не долбит. Я не могу понять, почему они все на земле. Почему они не на верхах сидят? Это же лучшая точка для снайпера. Смотреть сверху, а не в кустах сидеть. Прикиньте, сидишь со снайперской винтовкой. Среди кустов, блин. Тебе все перегражает твой обзор и так далее. Ну ладно. Ну и вон еще один альфа-бионик остался. Последний вроде как. Красавцы. Прикинь, Иваншот в голову. Охотник за головами получен на достижение. Переговоритесь с Иваном. Так, охотник за головами. Вы смогли более 50 раз в бою нанести врагу смертельный выстрел в голову. 50? А, ладно. Короче, помимо всего прочего, тут есть еще и требование выполнить этот квест, который я сейчас снайперский выполнил. Ну вот такая вот есть тема, ладно. Враги, при виде вас со снайперкой предпочитают насвязываться с вами. Ну то есть от меня будут убегать, когда я бегу со снайперкой? Или это просто для красного словца написано и бонус, как всегда, ничего не дает? Вот в чем вопрос. А принципы можно проверить, тут осознанцы есть. Допустим, я беру СВД. Да, по-моему, всем абсолютно все равно. Да бред, конечно, как всегда. Никто не убегает. Всем, в общем-то, все равно. Возвращаемся к дяде Ване и общаемся с ним. Но вообще, походу, я не успел мутантов настрелять. Нужное количество. Печально. Прикинь? Что, у Бюрера тоже есть броня? Просто представляю, что мне скажут. У него есть броня альфа-бионика. У Бюрера тоже есть броня? На лице, да, вот в маске. Ему прилетает Барит. Нет, я не верю, что человек, который делал этот оружейный пак, не самый лучший, да, но все не менее оружейный пак, мог сделать Барит таким дерьмом. Урон 200, там даже, кстати, написано. А почему-то у Рыси уже не написано. Нет, это разрабы, значит, шебуршали. Видишь, это же они тут понаприписывали. Видишь, тут на броне. И тут тоже самое главное, что на броне, оно по факту не отвечает тому, что есть. По крайней мере, так было с броней. Ученых мы помним. Там одна пулестойка с надели, другая. Тут тоже написано 200 урона. А что такое 200? Почему на других словах и написано? Вот я простой игрок, абсолютно. Как мне понять, 200 урона это много или мало? И что это вообще такое? Если на других пушках нигде не написано урон. Есть только шкала. Вот и думай головой. Выброса, кстати, так и нет. Я в прошлый раз поспал, блин, и 23 с чем-то был выброс. Сейчас уже как бы время выброса, а его... Чу-чу, приветствую. Как обстановка? Могу чем-то еще помочь? Есть еще одно дело. Пришедшие к нам сталкеры сообщили, что в подваре ДК Энергетик находится некий штаб. Сталкеры утверждают, что именно оттуда осуществляется управление всем происходящим. Вот как. Это очень интересно. Я так понимаю, что у вас есть план боевой операции? Совершенно верно. Мы атакуем штаб. Возможно, в нем мы найдем какие-либо документы о замыслах наших врагов. Но пока у нас есть более актуальная проблема. Мы испытываем острую нехватку продовольствия, медикаментов, бронежилетов и боеприпасов. Я не знаю, где столько взять, чтобы хватило всем в достаточном количестве. С торговцем говорить пробовали? Да, пробовал. Но... Но того, что у него есть, явно мало. И даром он это не отдаст. Хм. А давайте я с ним поговорю. У меня к нему свои подходы имеются. А ты, малый, не промах. Смотрю, ты и с торговцами знакомство водишь. Иди, договаривайся. Потом подходи к стадиону. Сталкеры говорят, что штаб охраняют всего три агента осознания. Видимо, совсем себя чувствуют как дома. Даже о серьезной охране не позаботились. Я дам тебе пару опытных бойцов. Думаю, вы легко с ними управитесь. Отлично. Одна моя нога здесь, а другая там. Я быстренько. Обновлено. Потеряное золото. Переговорить с хрящом. Встретиться с бойцами долго. Привет, компаньон по бизнесу. Не буду ходить кругами и спрошу прямо. Продовольствия, медикаменты, броники и боеприпасы в большом количестве сможешь достать? Это тебе для Альянса? Был у меня Иван. Сталкерской среде, которого кличут Русибик. Тоже хотел все много и даром. Но даром в нашем мире ничего не бывает. Послал я его, короче. Он не для себя, ведь просил. Люди гибнут, а ты все о своей кубышке печешься. Ты не злись. Я все прекрасно понимаю. Если сметут отсюда Альянс, то и моему существованию здесь придет конец. Я готов помочь договориться о срочной крупной поставке всего необходимого. И даже откажусь от своей доли прибыли в этом. Но поставщики даром ничего не привезут. Это уж точно. Сейчас началась война, и деньги почти не котируются. Мой поставщик требует оплату золотом. М-м-м-м. Наличка сейчас реально не в теме. Хотя, ты не знаешь часом, где была нора у контрабандиста Гвоздя? Что? Он завещание на тебя записал? А его нора я не знаю где. Правда, как-то он один раз пошутил, что если от названия его жилища отнять первую букву, то его можно смело было бы прозвать коллегой ботана, наблюдающего за звездами. Мерси за информацию. Подумаем и поищем. И еще один момент. Поставщик согласится принять оплату ювелирными изделиями. Как интересно. Ты что, ювелирный магазин грабанул? В Припяти вроде нет. Я уверен, что ювелирные украшения сойдут за золото. Не переживай. Я договорюсь с продавцом о месте встречи и сообщу тебе координаты. Давай, тишись быстрее. Он долго ждать не будет. Удачи. Обыскать в Логово Гвоздя. Там встретиться с бойцами долго. Уже час ночи выбраться нет. Если я посплю до часа, он будет? Нет. Подожди, выброс прошел уже что ли? Я же точно отгрузился до того, как выброс прошел. Да, походу пропал. Да, профукал я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok